Я буду говорить с посылом, я преподаю риторику и, думаю, меня будет слышно даже камень. А сидеть я буду потому, может быть, потому, что я уже устал от двухлетнего исследования Поколение Z тем, кому до 23-х сейчас, до 24-х, и поколение, которое после 23-х, до 24-х. То есть мы поговорим сегодня о вас. И не всем, возможно, понравится этот разговор. Потому что говорить я буду с научной точки зрения. Предыдущий докладчик говорил о универсалистском подходе и партикулярном подходе. Так вот, наука пользуется универсалистским подходом. И это неприятно. Как бы вся жизнь сжимается до каких-то схем. И человек не узнает себя. И многие протестуют, что это за тип, а это не я. Или, как говорили у меня родители моих объектов исследования. Да-да, они такие, но не мой. Только не мой. Сын и не моя дочь такая. Это вот они, его друзья. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, кто выступает за универсальные ценности, кто за индивидуальные, партикулистские ценности. Поднимите руку, кто за универсальные ценности. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто за индивидуально-партикулярные ценности. Спасибо. Поднимите руку, кто не поднимал руку. Как вас зовут? Валерий. Почему вы не поднимали руку? Валерий, потому что я не поднимался. Вы знаете, почему вы не определились? Нет. Хотите знать? Да. Знаете? Почему вы не определились? Что, Валерий? Почему вы не мыслились? Почему вы не отвечаете на вопрос? Подумайте, почему вы не определились? Потому что вы скорее за партикулярные или скорее за универсальные ценности? Скорее так или скорее так? Скорее так. Универсальные. Поэтому они на вас надавили и вы не определились. Мы как бы начали рассматривать целый тип, может быть. Так вот, это не очень уютно находиться в типе. Но наука пользует такой метод, как редукция, то есть сведение. Когда я познакомился с теорией поколений, которую приписывают Гульману Штраусу и Геннему Холмину, они выпустили в 1991 году свою знаменитую книгу, я подумал, что это крайне интересно. Почему? Потому что я работаю со студентами, и мне нужно кое-что о них знать. Потом, когда я познакомился с библиографией, я понял, что Карл Мангейн гораздо интереснее в отношении его культурологические идеи, которые в социологической теории Штрауса и Хоуфа несколько упрощены оказались. И я решил произвести культурологические исследования поколения, то есть исследовать ценности через призму двух, по сути, вопросов. О чем вы мечтаете и чего вы боитесь? О чем вы и вы мечтаете, Валерия? Спасибо. Понятно. Мне другу кто может ответить? Как вас зовут? Сергей. Сергей. О чем вы мечтаете? Прожить счастливую насыщенную жизнь. Знаете как? Или нет? Знаю. Вы счастливы? Да. Здорово. Но я привык не верить. И с этим связан научный подход. То есть ты получаешь текст от своего респондента, от своего информанта и потребляешь его анализу. Вот это я и делал для того, чтобы ответить на вопрос, о чем вы действительно мечтают и чего же действительно боятся. Что такое поколение? Я даю такое рациональное определение. Поколение. Поколение – это не все те, кто родились в этот период. Поколение – это ядро вот этой выборки. Это те, кто подверглись массерной обработке модными трендами. Ну так или иначе, конечно, они коснуться могли всех, но кто-то мог остаться и вне их влияния. Тогда эти люди, ну некорректно их назвать, там, поколением Z или поколением Y. Или это периферия поколения. Я думаю, где-нибудь в отдаленном Кешваке, наверное, и нет вот этого. Или там что-то свое. Все-таки это для урбанистических обществ, для городов, которые пронизаны буквально влиянием средств массовой информации, волнами истории и культуры. Или сопротивляетесь вы этому, или соглашаетесь. Это не имеет никакого значения. Это нельзя уже развидеть после того, как это случилось. Когда образовалось одно из поколений, поколение, недом которого было Хиттли, то причиной этого было то, что называют на Западе после бомбы. Понимаете, мир разделился до бомбы и после бомбы. Понимаете, какой бомб? Бомбы малыш, которая была сброшена на два японских города. Как бы это уже забыть нельзя было современникам. И образовалась мощнейшая культурная, субкультурная волна. Волна противодействия, по сути, предыдущему поколению отцам, которые вот так, в общем-то, легко играючись уничтожили два города. Все-таки это беспрецедентный случай. Вот так, в сколько там, в несколько минут. Вот о чем идет речь. Это нельзя развидеть, это нельзя игнорировать. Это все равно прокатится волной по сознанию тех, кто живет прямо в этот момент. И возникнет вопрос. Что же вы делаете? Отцы там или старшие братья? Потому что те, кто это делают, те, кто организуют культурный или исторический тренд, они ведь выступают. С точки зрения универсальной ценности. Понимаете это? Это не какие-то сумасшедшие, не какая-то партикулярная идея. Это же делалось, видимо, во имя великого какого-то добра и блага. И вот возникает мысль, прежде всего, у молодежи. Что-то безумие. Это надо как-то отстроиться. Но, правда, такие же мысли об отстройке возникают и у старшего поколения. Вот полгода назад здесь, в Петербурге, я делал доклад на научной конференции, на секции, посвященной ценностям поколения Z. Когда я сделал этот доклад, то мои коллеги, ученые, проявили тревогу, которая выглядела в следующем вопросе. Один из них мне сказали, «Так вы что? Вы что, манифестируете от поколения Z? Почему вы не назвали их инфантилами, безответственными? Почему вы не сказали, что у них клиповое мышление, мы ведь все это сделали?» Я был несколько смешок, я ведь действительно это не сделал. Они инфантилы сказали. Я подумал, как это инфантильно требовать, чтобы другого назвали инфантилами. Есть нечто общее. Если поколение Z – инфантилы, то то поколение, которое требует назвать их инфантилами, или, вернее, представитель поколения, тоже появляет инфантилизм. И оказывается, поколения не так далеко разошли. Но людям нужно дистанцироваться друг от друга целым грунтом. Это способствует установлению их идентичности. Но, как всегда, культура работает с переборами. То есть люди, отстраиваясь, утрируют несколько ситуаций и думают, что они радикально отстроились. Это не так. Но вот этому и посвящена эта лекция. Ну, чем определяется? Культурными и историческими проектами. А возраст лишь лишь одной из условий. Важное понятие, которого нет у Хоуфа и Штрауса, понятие мангейма, драма-елности. На мой взгляд, это понятие расточку ударяет, важный. почему, собственно говоря, одно поколение отстраивается от другого? Потому что, в так называемые информативные годы, когда идет социализация, случается нечто, что совершенно не трогает предыдущее поколение. И что трогает это поколение? Оно как бы собирается вокруг этой точки. Ну, конечно, возникает драма, драма юности. Возникает дилемма, с чем себя идентифицировать? Вот идет выбор. Ну, при нормальном положении вещей, при не очень нормальном положении вещей, например, не переживают драму юности кто-то. Ну, нет, например, юношеского максимализма, нету негативизма у подростка. Знаете, что психолог говорит, что это Бог? Почему? Есть у кого-нибудь идея? Идея подростка. Почему это Бог? Что в определенном возрасте, подростковом возрасте нет максимализма, негативизма, отстойки. Бог юности ведет к развитию, это необходимо, чтобы человек вырос. Если не будет юности, не будет взрослости. То есть для того, чтобы подростковать. Какие еще идеи? Есть ли еще какие-то? Проявление желаний своих? Почему? Ну, почему? Это плохо. Отсутствие отстройки. Самовыражение? Определение? Отвечаете на вопрос о причине, почему это плохо? Потому что самовыражение, потому что самоопределение это плохо. Ну, нет, это хорошо. Почему плохо? Почему? Нужно тогда отсутствовать психология, психология. Да, она нужна. Да, она нужна. И, в общем-то, психологи говорят о том, что это все равно будет. Но только позже, не вовремя как. Вылезет каким-то недовольством. Как бы вы опоздали. Ну, и тогда нужно только вернуться назад и переварить снова это прошлое. этап поколения Игрек. Каковы ценности поколения Игрек? И чем они были вызваны? Ну, прежде всего, глаза, конечно, бросаются социологам и пультуологам. Такие события, как распад советского образа жизни. И тут же, святое место пусто не бывает, заходит пульт так называемого западного образа жизни. Что советский образ жизни уже до того замутился, что непонятно, что это такое. Что западный образ жизни, который входил через фильмы, через лицезрение улиц западных городов, это тоже не внятие. Ну, моя идея такая. Вот один из очень интересных подробных мультфильмов ежик в тумане Нанштейн. Нанштейн вернул ловил. Вот этот советский человек, вот этот ежик в тумане. Медвежон, да, житель. В вечном тумане каком-то выходит этот туманный нереализованный ежик. И что он там ищет? Что-то неопределенное. Ну, счастье, конечно, но счастье неопределенное. Дружба с Медвенем. Что это такое вообще? Точно так же, как Чебурашкин, Крокодил Гега. До чего же надо дойти, чтобы друга искать по объявлению? Да? И найти какое-то арматы существует. Вот. Непонятно какое. Это, конечно, здорово, интересно, но как-то как в тумане. Вот в такую ситуацию попало поколение Игорька. И одновременно появились очень точечные, точечные, цифровые технологии, интернет, мобильные телефоны. И вот интеллектуальная элита, интеллектуальная жизнь переместилась в поэзию и музыку. Поколение Игорьк в своем ядре сделал русский рок, поп, музыка, вести эфентис. Я рассуждаю как культуровка. Я понимаю, конечно, сколько там будет комментариев под моей лекцией социологов. Какая у вас выборка? Сколько людей вы опросили? Это другое исследование, ребята. Это качественный исследование. Мне не нужно здесь количество. Это гипотеза, если хотите, которая подтверждается или не подтверждается, которая ориентирует или не ориентирует человека. Кто они такие греки? Я их называю потусторонние люди. Это те, кому больше 23. Вот эти годы рождения 80-го, 95-го и некоторые даже до 2000-го продолжают. Потусторонние люди. Что это значит? Ну, чуть-чуть о предыдущем поколении Икс. Я их называю посусторонние люди. Это люди, которые живут и устраиваются в этом мире. У них нет фантазии практически. Это поколение, любящее власть. Игорьки власти не любят. Особенно государственной или какой-то социальной власти. Почему? Потому что она в этом мире. Игорьки не любят этот мир. Он какой-то не такой. Вернее, они думают, что где-то есть такой. Вот то, что Швеция, Финляндия, эти мифические афирские страны. Скандинавские страны сегодня занимают первое место по психическим заболеваниям. Я думаю, это тесно связано сразу с патрибинской культурой. Но зачем эта информация? Она как-то портит общее впечатление. И вообще вся информация об этом мире какая-то противоречивая. Игорьки уходят в свой богатый духовный мир. Они его там разрабатывают. Им в этом помогает фэнтези, рок и розовые очки. Но только обращенные вовнутрь. Понимаете? И не розовые, не только розовые, а разноцветные. Это поколение, которое не терпит одного цвета. Они хотят радуги, но правда получают черно-белую картинку часто. Потому что не так просто многогранно и многоаспектно видеть. Для этого все-таки нужно хотя бы одним глазом оставаться в этом мире, одной ногой стоять здесь. Но это кое-кто смог. Те, кто бизнесом занимались и так далее. Но даже среди бизнесменов своих информатов я встречаю вот это очень частое погружение в какой-то не виртуальный, а фантазийный мир. И они с пены у рта пытаются проверить какие-то исторические данные, хотя видно, что человек плавает сейчас где-то в потерянном рае. Отсюда вот это богоискательство, Бали, Гуа, Тауншифтинг и так далее. Игорьки это творцы новой постсоветской реальности. Именно они сделали Рунет. То, что мы видим в русском интернете. Да, они совершили две диваны революции. Я их называю. Это нужно поддавить себе отчет, что такое революция. Революция это традиционно, это смена политического и экономического строя. Нет таких революций. Что там? Капитализм на что-то что ли меняет? Это так называемые, иногда говорят бархатные, но Игорьки совершили две диваны революции. На бархатных диванах. Потребительская революция менеджеров. То есть они все-таки сумели завести ценности потребительского общества в каком-то на минималах. в счастье начало ассоциироваться с количеством потребляемого продукта. Это так называемое качество жизни. Или глупейшие слоганы больше качества. Вдумайтесь только, может быть, конечно, хоть кто-то логикой владеет. Больше качества. Это аксюмор. Это деревянное железо. Это качественное количество. Больше качества. Но это не смущает. Люди интуитивно схватывают что-то. Ну, какую-то тоску. Что-то им обещать. Что-то им обещать. Если вы слышите «Это уникальный йогурт», бегите от этого текста. Что за уникальный йогурт? 10 миллионов экземпляров. Это уникальный йогурт. Это уникальный крем. Уникальный кунум. Это один. И так далее. Но это моя больная тема. занимаюсь. Это безумие логическое. Но это интересное безумие. Это безумие, которое позволяет жить, строить свой богатый внутренний мир. Но правда, игроки запутались и впалили сентимент. Они сидят теперь в фейсбуке и ноют на погоду, благоустройство. они борцы с Путиным абсолютным, с некультурностью, со всеми этими исчадиями мирового зла. Такие диванные борцы. Но это подпитывает, это дает энергию, это креативный класс, называется. Ну эстетическая революция, цифровой дизайн была совершена. Вот этот богатый внутренний мир, технический средства позволили вынести наружу виртуальную реальность. Игреки сделали виртуальную реальность интернета и породили феномен геймера. Гейминга и геймера. Хоть до того, что в Японии это хитки. Те, которые вообще уже не могут выйти. Вот это и есть квинтэссенция потусторонних людей. Хитки. Те, которые ушли туда и сюда, они даже уже не выходят из своей комнаты. То есть, это новая ситуация, когда богатый духовный мир каких-нибудь начитанных, надуманных людей смог выползти наружу, но не в физическое пространство, а виртуальное пространство. Люди там завязли. Многие. Вот о чем я говорил. И скопировали потустороннюю реальность. А здесь они немного покушенные фрики такие. Я иду обо всех. Опять, я настаиваю, я говорю о ядре, о культурном ядре. Может быть, кому-то покажут, что это как раз не культурное ядро. Культурное ядро это вот такие нормальные успешные люди. Нет в культурологическом смысле слова. Поколенческое ядро. Это как раз те, кто кажется маргиналами в каком-то социологическом смысле слова. Речь идет о культурологическом подходе. Это герои потусторонних миров. Вымышленных миров. Поэтому все время какие-то драконы говорили. И фильм «Аватар», я думаю, вот если кто видел, вот такая концентрация этих мечт, что называется. «З». Я их назову бесчувственные романтики. Почему романтики? Потому что они живут уже в отличие от «Игры». Стараются жить в двух мирах. И вот мои информанты многочисленные. Я уже устал от чтения соцсетей, просмотра сериала «Скан» и прочих прелестей, культурных прелестей поколения «З». Так вот «Аватар» они бывшие геймеры. Это очень важно, когда я спрашиваю своего информанта «Ты геймер?» то ответ очень частый «Нет, но это не точно». Бывший геймер, бывшая геймер. Я пока не пользуюсь этими феминистскими штучками. Кто она? геймерка, бывшая геймерка, геймерша. Так вот, они из бывших игреков. О чем это говорит? Более осторожно, геймерка. Мы поняли, что можно заветнуть. Но у них уже нет страсти первооткрывать. Там уже достаточно скучно. Я как-то делал доклад для одной рекламной компании, крупной. Мне задавали вопросы, почему зашел дизайнер игры Minecraft? Когда мы отрисовываем такую хорошую графику, вкладываемся и так далее, что это за чушь этот дизайнер? Простороние фантазии. М? Простороние фантазии и эмоции зарисовывают. Моя гибольца примерно такая же, как и ваша. Моя гибольца такая. Это до некоторой степени такой пассивный протест. Я говорю, вы устали от насилия, вашей красоты, ваших мощных обыц. Они не оставляют никакого места для творчества, для фантазии. У них все забили. Они забивают всю лугу, они сами там располагаются, начинают действовать. И что? Ну, вот это как бы следующее более осторожное поколение. Они как бы говорят, ну, дайте нам что в свою комнату какую-то, где как-то минимализм как-то. Пустота какая-то одна табуретка стоит. И там можно там поиграть в свои танчики какие-то. А не то, что вы придумали. И втащили в эту воронку очень мощных по сути кинематографических образов. До некоторой степени эта история кончилась. И нужно это понимать. И когда я сделал эксперимент и показал так называемую медленную рекламу Игорь МЗ. Знаете, что есть такая реклама? Пять минут человек красит забор стоя спиной. Ничего не происходит. шур-шур шур-шур и потом я помыть и пулил и говорит, там баночка красная. Так вот Игорьков колбасева буквально. они смеялись и ругались и так далее. Зетты сидели как завраженных. Когда моя знакомая редактор Сбербанка написал об этом, она мне подписывала из интернета ссылку, где ролики, десятки тысяч просмотров. Стоит камера и снимает лужу. лужу лужу, рябь какая-то пауза. Люди сидят и смотрят. Понимаете? А где же вот это ночь пожирателей рекламы и так далее? Не надо так. Говорит вот это Элис. Не надо так. Хватит, оставьте нас в покое. Самый встречающийся ответ на мой вопрос о чем ты мечтаешь это ответ о покое. Покой. Вот о чем мечтаю. Может быть не поздний из-за этого, но ранний из-за этого. Странно. 20 лет мечта о покое. Потом я иду по пабликам и смотрю. Тысячи людей постят картинки домиков в лесу и пишут вот здесь я встречу старости. Мечта о старости. Почему? И говорите этого не могут понять. Как же молодость там? Устали. Покой. Дайте нам покой. Дайте нам вот этот необитаемый остров, где я и только один человек. Как написал «Какой человек?» Спросил я. Какая разница? «Всю фигня, все фигня, только ты и я, только ты и я, да и ей фигня, только я». Это цитата из песни. Но она не закончена. Потом ее надо закончить так. «Ты и я, фигня, только нас». Ну, это как бы в экстреме. Утрируем. Я, конечно, утрирую. Может быть, не узнаете себя. Но посмотрите, не задевает ли хвостом эти тенденции, эти тренды. Я, конечно, работал только вот с этой культурной элитой. То есть, те, кто доходят до конца, что называется, в этих построениях, в этих мыслей. Почему так тут еще? Ну, во-первых, ослабление социальной динамики. Это то, во что погружены элитой. Ведь ничего не происходит. Откройте новости, посмотрите. Вот, не случайно, борьба против пейковых новостей. Да ничего не происходит просто. Приходится придумывать. Чушь какую-то, ерунду. Каких-то мух ловить везде. Ничего не происходит. Более того, элитов и не интересует вот это вот. все. Российские из этой уже вполне похожи на американских подростков, с которыми я общался достаточно давно. Уже вообще не интересует это мировая политика, что там, где там, какие-то там страны. Господи, да вот в Нью-Йорк уехать из нашего проклятого городишки. Вот мечты американских подростков, с которыми я общался. Ну, примерно так же теперь и здесь. А может, мечта о покое это как возвращение в лес, чтобы потом из этого исчерпать что-то и вернуться с чем-то фундаментальным и целостным в обществе? Может быть, но нет, нет времени вернуться. Куда еще надо идти? До леса до этого. И там обосноваться, покачаться в пресле кончалке около камина, на худой конец в шалаше. И так далее. Вернуться? А зачем? Проявляется тенденция к индивидуализации крайней, к одиночеству даже, я скажу об этом позже. Весчутные романтики живут в двух мирах. Они осваиваются и там, и здесь. Это коммуникабельное поколение. Они легко найдут общий язык о богатом внутреннем мире и о разговоре здесь, сейчас о моде там, я не знаю, даже о социальных проблемах. Я вот сейчас ехал сюда около часа на автобус напротив меня сидел ранний зет, я уже угадываю это. Он час говорил без перерыва со своими словами. Без перерыв. О чем? Обо всем. Какая-то особая коммуникабельность. Коммуникабельность без всякой цели. Так называемая фатическая коммуникация. Знаете, фатическая коммуникация выглядит примерно так. How do you do? How do you do? Нет цели. А есть одна цель поддерживать быть на волне. Просто качаться в этих волнах. Это само по себе привлекательно. Другой случай. Вот так же они сидели друг напротив, друг разговаривали, разговаривали, им сделали замечание. Машу такси лояльное поколение. Они замолчали и начали ногой друг друг ее заставать. Заставали ногами друг друга. Здорово говорили запитать. Они будут делать то, что они хотят и готовы строить правила. И не какие-то всеобщие правила. Где они, эти всеобщие правила? Что это за бла-бла-бла? Они бы должны быть, но их нет. Конечно, можно еще мечтать, что где-то в Швеции они есть. Почитайте Насима Талеба. Посмотрите в Википедии, что такое диктатура меньшинств. И так далее. Что вы говорите? Какая глобализация? Глокализация. Меньшинства в разного рода диктуют свои правила и приходится их балансировать. Я думаю, что нужно сохранить какие-то общие правила. Ну, хотя бы правила формальной логики. Хотя бы, да. Ну, юриспруденция там бьется. Но, посмотрите, что делают уже законодатель. Что они делают? Что это за уже совершенно конкретные законы, которые пытаются отрегулировать все? В ходе до там света стерни, еще что-то. Зачем это? Что это за отчаяние такое? Займитесь общими вещами, принципами права, там, и какими-то кофе. вы хотите все инструкции понаписать? Стоять мне, не читать лекцию, сидеть мне, не читать лекцию, или еще что-то. Ну, вот общие черты. Все-таки они есть креативность. И то, и другое поколение креатив. Игреки создали интернет, но сейчас есть плохие новости для их. За это отжимают интернет. Котики порвали интернет. Один мой магистрат, юрист, как-то публично налево с 22 года, заявил, я хочу быть котиком. Люди так же посмелялись, но я ни над чем не смелился. Я подписался и уже обычно запомнил, что-то без своими информантами я выяснил, что это такое. Я называю эту философию котизмом, а не котики. Вот мой кот-то, он получает ресурс. Я только подумал, за что он получает ресурс? Он даже гладить себя не дает, такая порода. Будем гладить себя не дает. Я не могу дома с голыми икрами ходить, я хожу в холщевых штанах, потому что он нападает на меня. Я его кормлю, я его люблю. За что? За что кормлю? Что-то котик. Что-то такое? Милота. Милота. Упоментность. Именно сниговаемость. Но что это такое? Он просто красивый. Приятно. Как поет певица, не помню кто, я хочу просто быть, 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 и за это получать цветы. И таки будет получать цветы. Просто быть. Не смотрите на край, подним за это. Они просто сидят показывают себя. Огромные инвестиции во внешности. В прическу, в кожу. Мне кажется, они даже застыли в смысле образования мимических морщин. Просто они вглопу лягут в образе 16 лет. Шутка. Ну, а сюда идут инвестиции. Почему? Ну, потому что вообще это не стратегия. Я даже думаю, будут получать ресурсы. Правда, без одного источника. Без какого? Пройдите. А куда они денутся? Это Игорьки или Ксы. Они создали свои проекты. Но пора подводить итоги. Вы что создали? Вы распродали ресурсы Советского Союза. Вы что создали? Где? Где ваш продукт? Единственный удачный проект. Очень скоро доходит до этого. Это кто? Это те, кого вы таскали по этим фигурным катаниям, шахматным школам. Это ваши дети. Дети это знают. А так что вы создали? Что просто перенесли из Запада какие-то технологии, еще что-то? И самые успешные из вас это те, кто рассказывает, что там на Западе и приводят всякие штучки, технологии и так далее. Это удачные проекты. Я вас умоляю. Дети это знают. создавать особенно не собираются, кроме эстетики. Поэтому я думаю, это окажем весь интернет. В смысле эстетики Майнкрафта, минимализма и так далее. Сейчас уже зайдут фильмы, живопись, современное искусство Зетов. Пока я отсматриваю, как тот, кто занимается философией и искусством. Пока этого еще нет, но оно на подходе. Более того, эта стратегия Зетов достаточно вирусная и крайне игреки просто азетиваются. Они начинают как бы быть зетами и обращаешь внимание, это опять же культурологический подход. Вот эти границы поколений через какое-то время начинают смещаться немного. Ценность креативности. То, о чем я говорю. Коммуникабельность. И те, и другие коммуникабельности. Но игреки все-таки коммуникабельны с целеполаганием, с какими-то делами. Есть вот эта потребность иметь проектное мышление, цели, проекты. Это коммуникабельность сам по себе. Сама коммуникабельность является ценностью. Она не для чего. Как? Ее можно использовать, но использовать ее будет работодатель, который поймет вообще куда направить эту коммуникабельность. сами за это, на мой взгляд, ну как бы слабое проектное мышление. Нужны кураторы, так называемые, видимо. Нужны те, кто будет конфигурировать эту игровую активность. Но это не точно. Пусть глубокий смысл. Нужные тем и другим. Смысл это то, что дает энергию. Но смысл из этого поверхность не расположен. И поэтому они больше добьются результатов в смысле связывания этих смыслов в какие-то цепочки. они занимаются серфингом, а не дайвингом, как игреки. Вот это разница. Но это и общие. То есть внутри общего небольшая разница в поиске смысла. Поэтому вот растет рынок лекций. Закрываются ночные клубы. Я как тот, кто занимается этим, могу сказать, в общем-то вот произошел перетекания из ночных клубов в лектории и библиотеке. Ну это хорошо. Неприятие внешнего социального контроля. Есть и у тех, и у других. Но если у игреков есть неприятие, но еще нет структур отторжения социального контроля, то я внешнего, то я боюсь, что у зэдов уже наросли психические структуры. Например, есть программа Адбок, вы знаете, да? Игорьики придумали программу Адбок, чтобы наконец-то защититься от самого тоталитарного агрессивного инструмента, как пишут французские культурологи нашего времени рекламы. новости для запах культурологии это общее место. Никаких других эпитетов для рекламы, кроме потентаризма, уже не применялось. Но вот есть программа Адбок, которая вырезает рекламу. За этим уже не надо. У них сознание программа Адбок. Они просто не распознают. Есть плохие новости очень-то рекламного бизнеса. Работает, видимо, будет через какое-то время работать будет только вирус для рекламы. Знаете, что такое вирус для рекламы? Когда по своим друзьям распространят. Ну, вот, это точно. Но я думаю, что даже таргетная реклама будет. Потому что психика тупить начинает. Как только начинаются какие-то влиятельные образы, слова, вы, люди этого не могут понять. Психика за это просто начинает тупить. Переходит режим. Окажется, что оно там проходит и так далее. Но там какие-то другие процессы были. Но вот этот мэн, это зайцевский вопрос. А что если я скажу, что никому не нужен твой богатый внутренний мир? Как будто тревога. Давай на выход хотя бы. А тебе иногда уходи из дома, присматривайся как-то. к этому мир. А то там написали, что это матрица и так далее. А что там, куда ты уходишь, там ты живешь. Там что? Не матрица? Там твоя индивидуальность что ли? Да там печати негде ставить, это просто внедренные программы. Но правда через поп-культуру, да, через какие-то, через искусство, а не через внешние социальные регуляторы. Ну, какая разница? Там то же самое. Не делай ошибки, не выходи из комнаты. А застрять в комнате нельзя? Вот это нежелание подчиняться, желание избавиться от социального контроля в каком-то экстремуме при развитии приводит вот к достаточно логичному циничному выводу, который вот здесь отражен на этом музеевском меме «Masturbation never breaks your heart». А кто разрушит? Люди. Люди. Возникает феномен сексуальности. Что это значит? Это не отсутствие лечения, даже не отсутствие сексуального объекта. Это значит, что сексуальный объект больше не любит. А кто? Виртуальный персонаж. Трафик в конусах лызышкает. Знаете, я это называю крайним индивидуальным. Это проявление крайнего индивидуализма. Люди слишком опасны, слишком сложны, считает эта программа. Это ошибка, но это прагматика. Слабые сердца, которые можно разрушить. Ну вот, скорее, Y-овский мем «Любви нет», идите спать. Потому что здесь есть ирония, здесь нет никакой иронии. Просто принцип прагматический. То есть, в данном случае, я заканчиваю вот это, этой проблематизацией. Продолжение следует...